Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пятница, 25 июня, и давайте посмотрим с вами на графике еврофунта, поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что вчера европейская валюта, даже несмотря на хорошие данные от института АФО по Германии, несмотря на хорошие данные по американскому рынку труда, все это было полностью проигнорировано, и не сумели мы продолжить ни восходящее движение, ни продемонстрировать как следует нормальную нисходящую коррекцию в конце этой недели, и заперта пара в боковом канале с невысокой волатильностью порядка 30 пунктов. Поэтому по европейской валюции вчера ничего абсолютно интересного не было, не добрались мы ни до каких уровней, на которые я делал акцент, и точка входа там также в рынок образована не было. Сегодня я немного пересмотрел уровни, и я думаю, что акцент покупатели сделают уже на сопротивление 19.61, прорыв с закреплением выше этой области приведет к более крупной восходящей коррекции. Это уже откроется нам и 20-я фигура, и откроется нам уровень 20.32, откуда можно продавать сразу наскок в расчете на движение вниз порядка 15-20 пунктов внутри дня. Если мы формируем ложный пробой на 19.61, быки себя никак не проявляют, то в таком случае открываем короткие позиции, ну и основной задачей продавцов, конечно, будет возврат под контроль уровня 19.20. Закрепление ниже этого диапазона приведет к более крупной нисходящей коррекции европейской валюты уже в район 18.84 и 18.52, откуда рекомендую открывать опять же длинные позиции в расчете на отскок в 15-20 пунктов. Из фундаментальных данных ничего у нас сегодня интересного нет, выходит отчет по объему кредитования частного сектора еврозоны, состоится у нас Евросаммит, и во второй половине дня посмотрим мы за доходами и расходами американцев, за настроением потребителей от Университета Мичигана. Я думаю, что эти показатели также будут проигнорированы и особого направления рынок сегодня не получит, поэтому лучше всего, конечно, торговать от уровней в обратные стороны. Опять же, формирование ложного пробоя на 19.20 будет, как и, в принципе, формирование ложного пробоя на 18.84 будет сигналами на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции европейской валюты. Что касается британского фунта, тут день был достаточно интересный. Если в первой половине дня все ждали решения Банка Англии, многие рассчитывали на то, что появится больше желающих в комитете сокращать программу покупки облигаций. Будут даны прогнозы по повышению процентных ставок, пересмотренные на более ранний срок на 2022 год. Но ничего из этого не произошло. Один главный экономист Банка Англии остался придерживаться своей политики сокращения программы покупки облигаций. Но и все это, собственно, и привело к падению британского фунта, так как политика никак не изменилась ни в процентных ставках, ни прогноз. Единственное, что был подрисмотрен прогноз по темпам роста ВВП на этот год. Но он мало чем помог трейдерам, которые ждали более убедительно опережающей индикации. В связи с чем британский фунт просел. Все покупали перед заседанием и видим, что зафиксировали прибыль и состоялось падение британского фунта. Сегодня у нас выходят розничные продажи по Великобритании от конфедерации британских промышленников. Но они не будут иметь большого веса, поэтому на них можно не обращать внимания. Что касается технической картины, то есть у нас сопротивление 39.43. Закрепление выше этого уровня, возврат его под свой контроль, тест сверху вниз. Все это прямой сигнал на покупку и можно ожидать восстановления в фунтах 39.96 и затем последующий выход на 40.47 и 40.97. Здесь продажи сразу наскок, как и в принципе при первом тесте уровня 39.96 с коррекцией 25-30 пунктов на 3 дня. Если медведи защищают 39.43, формируем здесь сложный пробой. В таком случае продажи целью будет прорыв 38.91, обратный тест снизу вверх, прямой сигнал на открытие новых коротких позиций с расчетом уже падения к 38.33 и 37.74, откуда можно покупать фунт сразу на отскок в том же расчете в 25-30 пунктов. Если мы формируем ложный пробой на 38.91, то это прямой сигнал после обновления минимума, конечно, вчерашнего дня, то это прямой сигнал на открытие длинных позиций, опять же в расчете на продолжение вот этого бычьего тренда, который у нас был образован еще 21 июня. Всем удачи и хороших выходных!